Постепенно, тут накопилось некоторое количество записок, я попробую посредственно начать на них отвечать. А тут одна Александра Простегниева, когда он проявится, он ответит. Первая записка, видимо, произошла, как-то довольно странно, написана «Костроминум» два раза, внутри кусты. Я испугался. Думаю, это очень суровая записка. Я постараюсь быть сдержанным. Да, спасибо. Почему так долго писалась песня «Братья Капитана» с 1957 по 1962 год? На металлографии. Ну, я думаю, такого рода вопроса ответить может только автор, который датировал свое произведение таким широким диапазоном. Дело в том, что на Милу Николаевну вообще она начала писать песни некоторые еще году в 1945, или даже, может быть, еще раньше, в войну. Придумав мелодию и основную фабулу, какие-то очень известные песни есть. Володя Акширевна, помнишь, она рассказывала, что, которую песню, например. А, да, знаменитая песня такая, «Слышение слух о двух музыкантах, но слух не о двух, отдельных талантах, поскольку их талант на двоих». Значит, песня была начата, задумана в войну, а песня стала году в 1962 год. Сколько лет писать? Сколько лет писать? А это всего-навсего ли какую-то пятилетку потратил автор на то, чтобы дойти до того варианта, который посчитал окончательно. И так много-много писем. Вот, например, «Синее море, белая пена» я знаю в каком-то промежуточном варианте, его по мне очень нравится. А в книжке Нова Николаевна написала совершенно другой вариант текста и структурно. На сцену-то пригласят и подпись «Юлья». Уважаемые Юлия, заявите свои, так сказать, намерения, более очевидно, какую из писан вы хотели бы запеть. Мы с удовольствием вас пригласим. Юлия, есть в зале? Может, запишу аромат? Ну, ничего. Потому что, дорогие друзья, если кто хочет нас ссылку, там вот об этом говорить, а я хочу свою песню. Вот, мы обязательно отрагируем. Замечательная записка. Нарисована собачья морда и подписаны барды. Подпись неразборщика. Почему бы не почтить вставание и банить почивших? Дорогие друзья, ну, как сказать, у нас такая... Если вы считаете, что это нужно сделать, то мы можем просто... Мне кажется, неудобно упоминать людей вставанием списка. У нас этот год очень тяжелый. У нас очень большие потери в среде бардовского, условно говоря, контингента. Вот. Так что хочется вот встать и стоять все время. А поминать их в списках? В списках? Не знаю. Давайте мы попробуем, когда дойдем до какой-нибудь ближайшей, трагической, свежей фамилии. Попробуем вспомнить этот... Этого мужчины. А-а-а. Зимняя сказка все равно лучше всех. Правда, тут же то ли тем же, то ли другим почерком написали. Песенка от Рубачева лучше всех. Все равно они самые хорошие. Замечательно. Желаю удачи. Замечательно, с подписью. Скажите, пожалуйста, где и когда состоится следующий концерт в рамках этого проекта. Дорогие друзья, с удовольствием приглашаем вас в этот зал. Вместе с нами отметить наступление Старого Нового Года. Повторяю, Старого Нового Года, 14 января 2006 года, в субботу, в 6 часов. Приходите. Еще не поздно в эти же самые ящичные для записок написать пожелание по составу того буклета, который будет посвящен этой знаменательной дате, Старому Новому 2006 году. Ждем ваших предложений. С нашей стороны они тоже не правы. Приходите. А, да. Вот Каримов кричите еще, нежели вы пишите записку, оставьте электронный адрес. Он всегда приятен. Мы вам чего-нибудь пришлем хорошего. Плохого не будем, представим. Александр Иванович, я вас приглашаю на сцену. Уже хорошо трепаться, пора песни петь. А, подключить, ты думаешь, потом подключить? А вот тебе лично в руки. Это кто из нас трепался. А лично в руки, я не говорю, там уже поздно. Это записка с просьбой спеть песню изумительной. Интересно. Она была задумана. Но они почему-то делали пусто. Страница двадцать вторая. Анатолий Завод. Стихотворение Дмитрия Кедрина «Сильный». Палют все, який снег, какой глубокой. Лошадь пишет горячо. Светы месяца одинокой Через левое плечо. Протоколом, крепкой бронью, И отходят до толпы. В левокрестики вороньи, В право за речи следы. Как там на самом деле. В левокрестики вороньи, В право за речи следы. Женется костик на опушке, Плещет звезды, мёрзнет клет. Тот снимал перчатки, пушки, И руки, усы, там, тесс. Раздается на полянках, Молчих сладен в дальний море. А мы летим в ковровых садках По дорожке столбовой. А мы летим в ковровых садках По дорожке столбовой. Пускокрали черновой, И огни чего ж ещё? Свет месяца обенохой Через левое плечо. Неужели на гулянку С колокольцем по другой Пронесётся в те же садках, Завтра кто-нибудь другой. Пронесётся в те же садках, Завтра кто-нибудь другой. И усы ладонью тронет, И увидит у воды Те же крестики, вороги, Те же старичьи слепы. На берёзах, врачи, гнёздах, Да сорочи телема. Те же волки, те же звёзды, Там же русская зима. Те же волки, те же звёзды, Там же русская зима. На погостон мелько глянет, Где ограды да плесны. Мелько глянет нас, поляне. Мелько глянет, а врачи, Те же садки. И пришлётся к синевой оку, И задышек карха берёт чведок. Глянет, где сердца ягод, И чеплен твоя плечо. Гляньте сердца дни ноги через левое плечо Так получилось, совершенно не задумано Песня про осень, а следующая будет про лето Вот, ну, это просто чудовищно Время течет вспять Я приглашаю на сцену автора еще одной песни нашего века Песни про осень Ирина Леонидовна Ирина Леонидовна Песня «Осень» уже достаточно давно написана И несколько лет назад исполнилось, но не мало как 40 лет И по мистическим каким-то обстоятельствам ее запели только во дворах Но и со сцены Гарри Сукачева и Маргариты Сумурова Вот такая вот странная история, произошла с ее песней Ну, страницу я не помню, но могу... 18-17, я знаю, без страницы Но зато я могу заглядать счастье, находясь вот между двумя Александром Ирочка, ну раз Гарри захочу спел, все обязаны знать Ну, теперь уж пододевался Ирина Леонидовна 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 Может быть, мне ответишь, что вспоминаешь ты? Или вот это небо, синие, как вода? Что же ты раньше не был, не приходил сюда? Или вот это небо, синие, как вода? Что же ты раньше не был, не приходил сюда? Пусть мне не снится лето, я теперь улыбнусь. А по бровям и веткам чуть притаится грусть. Где-то за синее весе, как будто загрустил. Молча ложится осень, лисья милые руки. Где-то за синее весе, кто-нибудь загрустил. Молча ложится осень, лисья милые руки. Молча ложится осень, лисья милые руки. У меня впереди, чем часы, идущие против часовой стрелки, сдвинутся на еще один сектор, еще не началось лета. Прозвучит песня еще осенняя, и называется она «Астры». «Астры» — это сентябрь. Астры, сентябрь, начало, начало, начало. Но он начал все же при стрелке движется. О, как раз. Обратную сторону. Астры, сентябрь, начало, начало, начало. Но они безумством не тревожат, цветут плета на краю. Их непричезанность похожа на непрекаянность мою. На непрекаянность мою. А любовь вернут, это ясно, ничто не вечно по-моему. И головой кивая до стрелки во всем согласны со мной. Но нам еще дождем мыться. Но вкидали без солнца медь. И струсь на могшие рисунки. На этот мир лететь и лететь. На этот мир лететь и лететь. Синей тень, рисчет луги. Все глыше пряный аромат. Астры брусятся у них в руки. И неподвижные стоят. И мы не спрашиваем с болью, Куда нас осень занесла. Лишь лиски вражат небольные. Как лепь от тихого весла. Как лепь от тихого весла. А вот, как ты, и я спрыгну. На волненном музыке карман. На волненном музыке сердце острит. Белого тычатые туман. На волненном безуме. Не тревожа. Цветут пулей на краю. И мне причаться уносить похоже. На непрекая местность в море. На непрекая местность в море. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Большое большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Увы Но вражу все равно обещали Я-то думал, что может быть всему отекаду Может быть, обойдется Речь идет об одной Народной песне Которая По поводу авторства которой Даже уже в процессе Выхода нашего буклета Произошли Более столкновения разных сторон Которые отставят разные точки зрения Вообще-то авторство этой песни Приписывается киевлянину Науму Лисице Более достоверное имя которого Наях Лисице, проживающему Сейчас в Соединенных Штатах Америки Он ее всегда пел И она опубликована Была прижизненно При нем В киевском издательстве Музыческого проина Его авторство Когда Леонид Петрович Берлинг Составлял книжку «Среди нехожных дорог» «Одна моя» Он поехал в Киев и стал уточнять Что, как, почему, в каких обстоятельствах Видимо, это уточнение Привело к тому, что автор Махнул рукой и сказал «Нет, это не моя песня, знать не знаю, я тут не знаю, кто» Извини, свистел, где-то в походе услышал С тех пор поел Прошло еще лет десять И мы как-то стали пытаться выяснять Уже Он, у наях Лисице, находящегося по ту сторону океана По электронной почте Вроде бы, вроде бы, он описал ситуацию так Что он тогда просто очень разознулся на Данина Петровича И махнул рукой не потому, что это не его песня А потому, что ему не хотелось играть в эту игру Но, тем не менее, никто точно не знает Кто автор этой песни Вот, всеобщая махтовина Всеобщая махтовина Если кто-то знает лично, автор, следует песни Второе исполнение ее неизбежно вызывает атмосферные осадки в виде дождя Сообщите нам, вы тоже получите какой-нибудь приз Итак, Александр Романов Семену Миллион не получит В зале есть очевидцы, которые утверждают, что это лисица написала В зале есть очевидцы, которые утверждают о правде Вот, я предлагаю вам в конце сойтись в научную ставку и договориться об авторстве А мы с удовольствием споем эту песню Вместе с вами Бальц в ритме дождя В ритме дождя она называется Солнце не будет, жги, не жги Третью неделю льют дожки Третью неделю наш маршрут С доброй погодой в рост Словно из мягких-мягких сил Третью неделю мама росит Что не погас у нас костер Ветер под гроз Словно из мягких-мягких сил Третью неделю мама росит Что не погас у нас костер Ветер под гроз В мокрых палатках спят друзья Только дежурных спать нельзя Сосни качаются в ночи Словно лягом гуля Но с бахта Не сесть, не лечь Как не устали Дождик сечь Слушай, давай Станцуем вас Время дождя Время дождя Время дождя Время не видит звездный свет В небе просветом так же нет А под ногами не паркет А в основном надо Но согревает нынче нас Этот смешной и странный вальс И вопреки всему горит Наша звезда Но согревает нынче нас Этот смешной и странный вальс И вопреки всему горит Наша звезда Владимир Владимирович Ну, я думаю, мы можем после исполнять И эту песню попробовать встать Пора в дорогу Старина подъемка лет Ведь ты же сам мечтал И слышишься старина Как на заре стучатся Волны в парапет И чуть сменит Пашта, как первая струна Как же разморят От опечатки наших лет Зададим там Уборная стена Но мы пройдем И грянут волны в парапет И засменит Пашта, как первая Пашта, как первая струна Послушай, парень Ты берешь ненужный груз Ты слишком долго с ней прощался У двери Чуть же не делаю Друзиться, парень, грусть И повернуть Пробно хочется скорее Пойми, старик Ты безразличен и давно Пойми, старик Она прощалась и с тобой Пойми, старик И абсолютно все равно Что шум приятно Что утренит и боль Пойми, старик И трудно разом Все перечеркнуть Там моя дверь Попала твоих чая И ты же когда Грянут спускался в путь И все прощался И не мог сказать прощай Ну что ж, военном Уже кончается рассвет И ты же сам мечтал Слышать стена Как на заре Слышатся ловный парапет И все пень Так что, как первая струна Ну что ж, военном Уже кончается рассвет И ты же сам мечтал Слышать стена Как на заре Слышатся ловный парапет И чуть свиньи Бокшат, как первая струна Дорогие друзья В этом году мы хотим Владимир Оландович Виктор Огарковский Борисово-Кульбар И еще не исключено Чтение Прошу заняться Наполни мозг и сердца Устроим праздники Избудем Своих мучителей Забудем Вот свет пройдет Забудем Слышатся Найдем Найдем Алюминий Желет Залим Ряд кресел Золоченых Туда С восторгом Увлеченных Внесем мы amusing Груз своих потей Внесем мы мMC Какая музыка была Какая музыка звучала Она совсем не получала А лишь тихонечко зла, Слова добро считать добро, И хлеб считать благоприятным, Страданье вылечить страданье, От души вредь вином или огнем, От души вредь вином или огнем, И светил полночный зал, На стене и издали приметил, И расклетел киском отметью, И дал иную показал, Там было очень хорошо, И все в себе отдал надежды, Что сменит жизнь своей одежды. Наполни музыкой сердца. Ну, у меня такое подозрение, Что мы, как всегда, не успеем спеть все, Поэтому что-нибудь пропустим. Я думаю, мы вчера пытались спеть Старую солдатскую песню, Выяснилось, что мы, ни я, ни Александр Абадович, Не знаем отдельно ни мелодию Булата Абуджавы, Ни отдельно мелодию Виктора Берковского. А знаем какой-то странный конгломерат Из этих двух песен, Поэтому решили разобраться, Отложить до следующего рата. Ну, давайте попробуем, попробуем. Так, несмотря на... Несмотря на... Не, ну, если ты, так петь. Значит, страница 34-я. Что касается... Почему? Стихотворение было опубликовано До того, как общественности Стали известны, Записи Булата Абуджавы. Смузь его мелодии. Виктор Берковский написал Свою мелодию. Она немедленно на шарапа запелась. Через некоторое время Была выпущена пластинка Песен Булата Абуджавы, В которых... В которой была его мелодия. Это некоторое время было достаточно большим. И интересно, что мелодии практически совпали. Отличались только в нюансах. Виктор Семенович говорил, что Ну, это Булат просто забыл. Вот это моя мелодия. Но авторство заявлено. Видимо, российское авторское общество Оно считает, что это музыка Булата Абуджавы. Хотя другой вариант точно Тальковский. А что мы сейчас поем, неизвестно. Подпевайте. У вас тоже, скорее всего, есть свой ум. А мы начнем в стиле Абуджавы, А потом мягко перейдем в стиле Берговска. А не Глянем? Отшумели песни нашего полка, Оценили звонки, как быта, Ухленью пробита, данище котелка, Маркетантка юная убита. Ухленью пробита, данище котелка, Маркетантка юная убита. Нас осталось мало, мы — наша боль, Нас немного и врагов немного. Живы, покуда, фронтовая боль, А погибнет мрайская дорога. Живы, покуда, фронтовая боль, А погибнет мрайская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, А душа уже взлетела в воде. Да и отчего мы пишем кровью на весне, Наши письма не нужны природе. Да и отчего мы пишем кровью на весне, Наши письма не нужны природе. А потом нашу тексту спите себе в разы, Все придет опять. Новые родятся командиры, Новые солдаты будут учесть, Вечные козелы и плоти. И вы, молодые солдаты будут учесть, Вечные козелы и плоти. Спите себе в разы, Все придет со мной, Все должно в природе построиться, И слава, и пули, и любовь, и кровь, Времени не будет повериться. И слава, и пули, и любовь, и кровь, Времени не будет повериться. Отшлили песни нашего полка, Отшлили звонки копыта, Куры пробита нищая греба, А не так юная рубита. Куры пробита нищая греба, Моя любимая плита. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тут есть, конечно, Волода Рассетов, Который точно знает, что мы сейчас спели. Мы потом у него спросим. Я вижу его недолго, Ухажение лица. Замечательно. А комплекты мы делали, по-моему, Александра Мачева. Случайно. Павло давно это ухажало. Что мы спели? Так, следующее, следующее. Мы с тобой давно уже летели, Юрий Атилун. Песня, связанная со мной лично, лично я являюсь как бы тем каналом, по которому эта песня ушла в народ, в народ с гордостью, с законом заявляя об этом своем приоритетном праве. Дело в том, что Юрий Атилун в 74-м году в основном был все время на Сахалине, он геолог был тогда, и приехал в какой-то выпуск кратковременный. В землянке у Игоря Пицарева под стук топора его записали на переносной магнитофон «Романтик 3», принадлежавший Нариману Арасанову. И именно эта запись, сделанная летом 74-го года, послужила основанием для исполнения песни «Мы с тобой давно уже летели» на осеннем 16-м взлете Московского ГСП осенью 74-го года, по-моему, в Матчинхене какая-то такая ситуация. Сразу заявляю, что пел не я, а два других участника моей группы, но этой песне их обучил я вечно. Дорогие друзья, я вечно заявляю, что в этой песне... Так, во-первых, да. Решите обратить внимание на такое обстоятельство. Народный вариант, опубликованный Роланом Шиповым в 89-м году, такой. «Ботс вам!» — прямая речь. Сказать на знак тюре. «Я!» — отвечает «Ботс». «Ты будешь капитан». И этого не было, это придумано потом. Вот, и когда Шипов спрашивал от Лунга, ему так понравилась эта нелепая с его точки зрения идея, что он сказал «Печатай так, так здорово! Вот, я, ты будешь капитан, людям будет и чем заняться!» — сказал Юра. Хотя он не имел в виду этого хода писателя. Кстати, а как правильно было? На тумбе пушку, скорее всего, все поняли на тумбу. Была пушка, и с нее сделаны тумбу. Значит, что произошло? На тумбу пушки не исковеркали. А еще была тумба? На тумбе, во-первых, их было много. На ней же стояла пушка. Так вот, на этой тумбе я исковеркалю. Через тумбу, только раз. Как тебе диверсия? Нет, действительно. Действительно, я слышал диверсии. Ну, я их взял. Так что... Факомер, гороскоп. Это ты мне продолжал проверить. Внимательно следите за моей артикуляцией. Я пою на моторике, я не помню ничего слов старания, а что вылетит, то правильно. Поехали. Все поют. Мы с тобой давно уже не те. Мы не живем делами грешними. Спим в тюрьме, не верим темноте. Пошел ненастью повешенный. В нашей шуме из тревога фрэ. На ту мукушку и всталеками. И с раньше в городе и вверхами. На гатафон пошел ответ. Мы с тобой давно уже не те. Мы с тобой давно уже не те. И нас опаздывать с ней не волнует. Как попал в какой-то комитет. А воздух служит вышивалою. И нас теперь не трогает коса. На парусах уж не разряжешься. Пусть тела течет разгулявшихся. На транспаранты полоса. Мы с тобой не те уже совсем. И вся Родина заказана. Скинь и ждем на средней полосе. Избрали город вечной базой. Узнаем нам, не пережить силы. А школа словно-пяса привези. Кривая никуда не вывезет. А море ждет вас в чем возьми. Море ждет. А мы совсем не там. Такую жизнь пошлем в клешину. Господь, ты будешь капитаном. На цели шпалю с княжьей. А мы с тобой пойдем по кабакам. Команду ставим разрешим мы. А здесь, а здесь мы просто лишние. Давай, комфорт, как это. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это новое. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что долго находиться за сценой перегораешь, да? По вату знаю. И чем моложе, люди, тем быстрее и сильнее перегорают. Тонясь за сценой. На сцену приглашается что? Вот ансамбль клуба ступенческих песней «Мира». О! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Тринадцать. Тринадцать. Тринадцать посчитано. Вот. Ну, то есть, во-первых, его назвали хор Кэст-бомера. Но мы решили, что хор не стоит туда. Говорит, да. А ансамбль это все-таки не стоит. Ну, сколько есть сегодня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, голоса, значит, остались. Давайте и вы подпевали. Потому что ребята эту песню сами пели много раз. А вот со зрителями. Называется «Майдан». Люди ночи без Майдана. Какая страница? Открыли. Ну, тихонечко, потому что здесь солистность, как положено в хорах. Поэтому очень аккуратненько, да, вы подпеваете. Аплодисменты. 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 ПЕСНЯ Переведи меня через моя, через родное, тоже щедрское, туда, где челы гречнева покоя. Переведи меня через мой дар, переведи меня через мой дар. Он битвами, слезами, смехом дышит, порой меня и сам себя не слышит. Переведи меня через мой дар, переведи меня через мой дар. Переведи меня через мой дар, переведи меня через мой дар. Переведи меня через мой дар, переведи меня через мой дар. Переведи меня через мой дар, сходи любовью, сходи любовью, сходи любовью, сходи от подряды. Здесь в дни моей ничтожности и славы. А вы береги меня через война, Переди меня через война. Те кучи пьяные, да пьяный тополь тянет, Мой сын упоет сегодня на война. А вы береги меня через война, Переди меня через война. Майдан, океан, Качтись, взял его в тумане. Когда упал, он мертвым на Майдане. А боли не было, где кончился Майдан. Качтись, взял его в тумане. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Очень приятно, что в Майдана живет этот студенческий клуб, Который не только поет наши старые песни, Которые вы сегодня поете все здесь. А ребята свое поют, что им нравится. И внутри был хор. От хора отмочковался отдельный корректив, Который называется сегодня Финики. Он уже выступает на конкурсах и побеждает даже. И вот это замечательно, что Истоки это старый жанр, да? А уже ребята делают свое. Это уже можно сказать бард-рок, Но у кого-то это вызывает негативное впечатление. А я вам скажу, что то, что делают ребята, Это хороший бард-рок. И я думаю, что вы и этот коллектив, И наши отцены услышите. И отдельно Фиников, это замечательно. И второе, что сегодня ребята спорете, Это вместе с вами, пожалуйста, Песня на стихи Филатова и Владимира Качина «Отноцветная Москва». Страница 26-я! Песня на стихи Филатова и Владимира Качина Песня и Владимира Качина И вот на сквере от уголка А какая за огном красота, Вот на доме и путь он всегда, ПЕСНЯ 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 на все вопросы. Я подозреваю, что Володя Ашир саботировал. Есть такое подозрение. Но опять же, во-вторых, во-вторых, спешу вас всех обрадовать, что достаточно большое количество участников хорошо разбирается в проблемах жанра авторской песни. Обычно начинают там с третьего места и так далее, мы этого делать не будем. Я сразу хочу сейчас пригласить абсолютного победителя, который помимо того, что с маленькой-маленькой ошибочкой ответил на все вопросы касательно первой и второй части, то есть того, что касательно авторской песни, Марина в одной ошибке была, и ответил на вопрос последний, связанный с национальной общественной премией в области авторской песни «Благодарность». Но прежде чем вам назвать его имя, он такой «Благодарность», кстати! — Acryph но прежде чем назвать его имя, я сейчас громко назову правильным все ответы на все вопросы достаточно быстро, чтобы каждый из вас понял, где и в чем он допустил ошибку Я помогу, я буду отвечать, за мной не знаю. Итак, вопросы? Итак, вопрос. Насчет самой популярной собачки? Собака тяпа. По сладкий вид, когда стоит, а тут же собака тяпа. Второй вопрос был связь с бетоном. Э, ну это на старой табыре, заслонив по воду, я еду в Монтану, овечи в виду, смотри, я грустен, башка, как бетон, в которой варили чертям салагон. Дорог. Владимир Турьянский. И насчет канонического варианта песни Пэгги. Ну, у Пэгги жил веселый гусь, у Пэгги жил смешной щенок, и у Пэгги жил... Озел! Все, и больше не было. Почему-то очень много народа ответило в качестве тренирового постояльца, обозвали жирафа, но это пояснилось. В Пэгги жил смешной жирафа, он залезать любил под шкаф. Это народный вариант, пришла записка из зала. Автор от меня. Значит так. По второй части. По поводу соавторов далекой Амазонки. Соавторы далекой Амазонки. Стихотворение Рейдер до Киппинга, в природе о своем неко чем-то шага, положено на музыку двумя металлогами из города Запорожье, Виктором Семеновичем Берковским и Морисом Синельниковым. Морис Синельников, конечно. Он же автор песни «Красный командир» на Графтарской войне. Так. И последний вопрос. Нет, не предпоследний вопрос. Это по поводу профессии господина Кукина. Ну, профессия господина Кукина. Тренер по художественному катанию на коньках найду. И насчет Митяева. Его второй половины. В начале творчества. Имя этого замечательного исполнителя давно уже стало нарицательным. Потому что вы просили имя. Имя – Петька. Петр Старцев. Замечательный исполнитель, который сейчас живет в Салманове. Он подписывает что-то. И концерт организует. Вообще замечательный человек. Лауреат педагогр, кстати. Это было до Тарасова. Да, конечно. Задолго до Тарасова. Это был полноценный дуэт. Тарасов был компаниатор, но это был полноценный дуэт из двух мужиков. Да. Они не пели песню дуэт. Не, ну иногда пели почему-то. Да, как здорово, что все мы здесь собрались петь. Ну хотя бы. Итак, все, кто участвовал, отвечал на вопросы, уже поняли, кто и где и в чем ошибся. И последнее я сейчас назову всех лауреатов премии. Всех это я даже так вот сходу не вспомнил. Надо сидеть бумажкой писать. Ну, время было. Если народ знал, могли вычислить. У народа было. Ну, как я уже. Ну, как я уже. Значит так. Вадим Егоров. Вадим Егоров. И тринадцатый. Николай Федорович Курчев. Собиратель. Старейший собиратель всего, чем возможно в жанре авторской песни. Всяческих материалов. И аудио. И того, что из-под пера выходит. Ну, в общем, короче, самый-самый-самый достойный человек. Самый старенький уже, к сожалению, в этом плане. Но он очень рад был, когда мы ему в Ленинград привезли этот притер. Евгений Танилович, он старше даже вас. Муж тебе на 102. Да. Ой, а я не назвала Евгений Таниловича. Да. Даже Алексеева не знает всех, кто вы научитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Егений Танилович Агронович, получивший премию в доминации «Живая легенда». В 2006 году мы уже назначили день 22 апреля. В этом зале мы встретимся на втором по счету празднике по поводу вручения премии «Благодарность». Ждем вас, приходите. А сейчас возвращаемся к нашей викторине. Очень-очень быстренько. Я вот первому уже держу в руках. Есть среди зрителей некто? В. Борисов. Дорогие друзья, это всем известного Владимиром Борисовича Айшуровым под очередным, а под одним разом многочисленным. Правильно сказали. Но тем не менее, Малыш, приходи сюда, пожалуйста. Он таки все вне, оказывается, скрывался. Потому что действительно, я вам единственный ответил практически на все. И мы ему отдаем сразу две книжки. Это за «Благодарность», это «История Московского КСБ» и «Свершенная революционная штука», «Если была как бюджара». Он вот сам. Нужно. Мне интересно, по какому вопросу он мне ответил? Про Митяева. Про Митяева? Ох ты, господи. Про Петяева. Это был единственный вопрос, на который он мне ответил. Рядом с ним сидит Борисов. Борисов, сиди, пожалуйста. Борис Борисович Флоков, журналист. В прошлом главный редактор газеты «Министрель», сменивший на этом посту Андрея Крылова. И постоянный участник жюри всех наших фестивалей. И, кстати, один из авторов концепции, как это все делать. Я не буду договорить еще. Борисович, кто наш президент «Министрель»? Кто разрешает институтное издание? Верхняя колония в «Завторской песне». Крылова называется «Копеечная песня». Она стоила, ну, 90-е, и у него, господин, 90-е песни. Есть наша копеечка? Совершенно позор, он забыл Синельникова. Он забыл Синельникова, представляете? Так, не раскрывай секреты, кто там о чем забыл, а то только отсюда не уйдем. Вот эту книжку, которая называется «Среди негожных дорог одна моя», тоже совершенно раритетная книжка на сегодняшний день, вручается целому коллективу. Алешина, картон и кошки. Это тоже старые КСПшники со стажем и эрганой. Ну, кто-нибудь бегов сюда. По-моему, кошки лежите, вот именно. Хотя вот и картон тоже. А, это хорошие, понятно. Страна должна спеть своих героев. Да, книжка примерно 300 страниц, я уже могу по 100. Замечательная книга. Опять же, раритетная книга, но мы сегодня выдаем книжки, только совершенно потрясающие, которые сегодня уже нельзя не найти. Это точно. Одна из первых книг с песнями Юрия Висбора «Сатвершин» вручается Наталье Прохоровой. Я почему сказал, что это Анталья Вичлиц, маленький уездящий в детальную школу. Не зря учили. А вы как-то не знаете. Так, быстрее процессы. Всем привет. Приготовиться. Корешкова и группа «Товарищ». Так, 33 московских фарда. Целых 34. Ирина Зубкова. Антология песен Дружинского фердивала. Первое издание. Было еще, после этого еще второе, но это лучше. Любовь Еленина. Вот уж кому повезло, что повезло. 100 песен Дмитра Берковского. Совершенно так дадут негде. Бегать от того, без ссоя нашего времени. А сейчас я хочу попросить поднятия сюда о Ваховшне. Если я правильно произвела фамилию. О Ваховшне. Ну, вот это. Дело в том, что этот человек открыт в основной призыв. Если знаете ответ хотя бы один, напишите его. Так вот. Госпожа Баренча очень хорошо знает о том, что Гукин учился в Лесовке. Поэтому ее книжку Гукина. Девочка Соня, 10 лет. Кто? Кто девочка Соня? Вот она. Девочка Соня, 10 лет. Сонечка, спасибо тебе за то, что ты так хорошо знаешь авторскую песню. И вот антологию мартовской песни. Изучай. О. Так. И Муратов. И Герниорий. Самая первая, не первая, не первая, а первая книжка из «Видомника», который в 89-м далеком году начинал издавать «Центр авторской песни». Песни Вадима Егорова. Это же первая издание. Первая издание. Первая издание. А самая первая книжка, которая вообще вышла по творчеству Александра Галыча, мало того, что она вообще первая. Она первая открыла издательскую идею из нашего «Центра авторской песни». Избранные стихотворения Александра Галыча. Сергей Спадников. Как-то среди победителей доминируют люди приближенные к центру авторской песни. В частности, это наш главный художник сегодняшнего вечера, который лично организовал всех этих симпатичных персонажей. Но, честное слово, здесь все без подказовки, все честно. Это значит, все остальные как-то... Значит, сейчас я не буду... Остались, если я не буду приглашать на сцену, я просто их назову, и вот они поощрительны. Призы получат по окончании вот здесь. Вот ладно, что вы не затягиваете просто? Это уже поощрительные, да? Мы снижаем планку, мы снижаем... Дорогие друзья, надо активнее участвовать в лекторинах и лучше знать авторскую песню. Вы не смогли ответить на все вопросы, но на некоторые вы ответили правильно, поэтому жюри решила вас поощрить. Анечка Мягин. Аня Мягин, ну как же так, ну ладно, то что у нас нас надо приедать. Кто не хочет, не будет? Таня Игнакова, Лиза Жукова, книжки самые разные, вот эти два письма, например, «Довстая раритет», хоть и Тоненький, но тоже дизайнер. Ну не знаю, Ларина, и еще Людмила Шумовская. Дорогие друзья, поздравляем вас с получением почти первого пизода. Аплодисменты! Мы просто полководитель, будем, когда находит, и полностью наша страна будет неопределена ваша программа, ТСБшная, она авторская песня. Так что, скажите только так, по шуму пойдем. Стой, продолжайте, рвиттер потом был родом. Спасибо большое. Дорогие друзья, к великому нашему стыду, к сожалению, мы опять ничего не успели. Мы не успели спеть целую кучу песен, которые есть в этом буклете. И мы немедленно переходим к финалу, потому что так вышло. Прежде чем мы перейдем к финалу, напомню, что следующая наша встреча состоится 14 января в этом зале. Ждем ваших предложений о репертуарах в той же письменной форме, в те же, возможно, коробочке. И, что вы говорите, а также электронная почта цели авторской песни, видимо, вам будет тоже известно. Что мы поймем в конце? Дорогие друзья, у кого есть e-mail, пожалуйста, напишите нам, что мы обещаем использовать чисто по назначению на предмет того, чтобы информировать вас о том, чем мы будем здесь заниматься на других площадках тоже. А, и об интересных вещах, потому что звонить абсолютно сами понимаете, насколько это сложно. А если нажать кнопки, решается куча проблем сразу. Если у кого есть, оставьте свои e-mail, пожалуйста. Да, на окошке буклета есть все координаты. Да, дорогие друзья, две песни. Я думаю, что у нас в прощальных песен, в общем-то, две. Какие три? Назовите. Вот так. Не, ну, приходи ко мне клоферу, это не прощальный песен. Возьмемся за руки, друзья. Это вообще, так сказать, такой гимн торжественный. Давайте оставим его. Я торжественный случай. Исполняется совставание. Вот. Поет что-нибудь, ладно. Трогие друзья. Вот Александр Романович, он не помнит этой песни наизусть. А бумажка, на которой у него все хоть записаны, куда-то затерялась. Поэтому мне придется самому забиваться. В ней есть одно неправильное слово. Никогда. Ну, мы отнесемся к нему. Геннадий Платков. И стихи Аммиакима, искусственного фильма. Наверное, еще прощательная песня. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И завершенный сегодняшний вечер песней новой. Вы, наверное, заметили, что сборник составлен в основном хромологический. И последняя песня сборника — это единственная песня, написанная в 21 веке. На сцену снова выходят студенты ДРА, и мы поем песню Юрия Лореса. Полите, вы хотите? Кто не знает, берите двух лет. Он там записывается «Приобщаем выходы». А вот? Да. Давайте мы директора Центра авторской песни Константина Сиверова попросим тоже присоединиться к несколькому хору. Здравствуйте, Сиверова. Золото, конечно. Юрий Лорес. В небо улетают искры, Золотые искры некуда сложить. В жизни все проходит быстро. Все проходит быстро. Не зачем спешить? В жизни все проходит быстро. Все проходит быстро. Все проходит быстро. Все проходит быстро. Не зачем спешить? Слово охраняя душу. Сохраняя душу. ПЕСНЯ Песня «Жить есть» 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 Песня «Жить есть»